девочки всем привет а я еду на вал берез мне там пришло пальтишко хочу померить хоть бы оно мне подошло и посмотрите с прошлой съемки до с прошлой прошла недели и листвы у нас практически нет так как я вам и говорила что осень у нас очень быстро течно и не успеем наслаждаться насладиться вот этой осенней красотой прекрасной разноцветием вот этим ну а сейчас к сожалению у нас еще и дождь и сильный сильный ветер ну надеюсь на вал берез мне повезет и надо еще забежать на рынок девочки хочу сказать я расстроилась пальто мне сильно большое хотя заказала 50 размер но она как будто на 50 вообще 4 обидненько я конечно могу перезаказать меньше размер но он мне уже придет когда у нас надо будет пуховики надевать не знаю короче подумаю забрала шторку для ванны заказывала такие сортер на работу опять взяла деткам вот и вот такой дезодорант для области подмышек который без алюминия вот такое пахнет приятно приятно но мне понравилось я прям там распечаталась понюхала классный блин ну чё делать ничего не делать ладно девчат поехали обратно и собой как быть в елизово да и не зайти на рынок в общем смотрите взяла как обычно хлебушек 2 булочки это завтрак буду готовить дальше такое манго без сахара 400 рублей она у нас стоит такое ну это точно без сахара дальше кешью как обычно взяла вот такую разводилку картошку это у меня экстренный вариант она очень вкусно девочки правда 150 рублей с нежным сливочным вкусом есть еще классическая есть еще с жареным луком вот это самое вкусное с сливочным она прям с сливочным маслом классно это такой знаете экспресс вариант когда у тебя нечего вообще есть запарил картошку отварился сиську все готово молоко маленькая взяла 3 2 97 рублей дальше мороженое это 250 стоит 125 рублей одна штука это 150 значит 75 одна штука милка дальше чечевица это у меня пойдет на работу детям для занятий такой пакетик 200 рублей стоит она красивая яркая ну прикольно заниматься будет вот в принципе вот такая вот закупочка а еще забыла томат паста да это кадушка она стоит 275 рублей а я всегда беру когда на базе всегда беру выпил от максима здесь у нас на рынке от максима стоило 465 рублей представляете это 275 возьму эту взяла точнее но здесь вроде то этого крахмала составе состав томатная паста концентрированная вода крахмала нету и от максима нету но почему-то нет максима больше нравится ну ничего и это пойдет пока потом будем на базе купить от максима вот такая закупка ну и уже говорила на вал березда это шторка у меня для мамы вот такая потом с вами уберемся повесим мне понравилась она и дезодорант для подмышечно впадет все девчонки такая закупочка девочка и по-видимому уже последняя рыбка ведь она такая уже как бы не знаю как сказать лащавая не лащавая ну это кижич нам принесли две рыбины и я сейчас ее постараюсь разделать обычно у меня муж этим занимается но сейчас воду монет я разделываю сама зачем я буду ждать сейчас положу в мойку помою и стараюсь сама управиться и девчонки не могу не нарадоваться но и нарадоваться на свою мойку вообще она такая удобная мало того что она не ржавейка то есть ты можешь выливать туда что-то ставить но все что угодно так она еще такая вместительная уже смотрите рыба не маленькая абсолютно а поместилась полностью и очень очень ну классно удобно и противне мыть ну здорово покупайте вот не ржавейку не пожалеете ничего в себя не впитывает ни запахи не цвет от продуктов ну классно и вот мне мне по крайней мере мне нравится очень и и чтоб вас сильно не томить разделкой рыбы я все это сделаю за кадром ну все ну все разделка рыбы у меня завершена я разделила ее на две части здесь я уже приготовила такими полосочками сделаю пирог рыбный такой небольшой а это я сейчас перемолю на фарш там еще у меня внизу молоки молоки тоже перемелю и будет у меня такой фарш сделаю тельно с рисом отварю сейчас рис и налеплю и будет у нас пирешечкой на на обед на ужин тельно и салатик будет вкусненько пирог я сегодня уже делать не буду я его сделаю завтра наверное может быть вот скорее всего да сегодня у нас пятница раз-два и будет готова фарш я уже перемолола и здесь пропускаю корочку хлебную чтобы ну ведь весь фарш вся рыбка вышла из мясорубки готова и фарш я уже рассказывала как я делаю добавляю приправы для рыбы солим обязательно как следует солим переборщить главное обязательно добавляю соду в рыбные котлетки прям щепоточку и растительное масло все на глаз и вымешиваем фарш все фарш готовый самое главное в любом фарше это его как следует отбить ну и конечно приправить да чтобы он был вкусный и хорошо такой был обитый он тогда пышный получается классный все ну и еще самое главное конечно не уделать кухню не устряпать все снимаем кольца и приступаем клепки не буду я делать сильно сделала котлетки потому что с пюре как-то пюре рис не охота все руки смочили и лепим ой да жалко конечно что зимой не достать красной рыбки мороженое к сожалению она не всегда качественной заморозки бывает знаете продают и такую же ржавую ну это просто недобросовестные наверное продавцы так делают ну вообще конечно уже замороженное не то и пока котлетки у меня жарятся там смотрите что от моего букетика осталось но я считаю так хорошо простоял две недели вот осталось только хризантема две гвоздички три гвоздички одна белая и две розовых и вот это не знаю что гербера или что это такое ну и травка вот так но все равно хоть и мало но приятно все видите котлетки я пережарила сейчас я их в чистую сковородку перекладываю наливаю горячей водички и пропарю чтобы они были пышные сочные классные все а потом уже ближе к вечеру сварю пюрешку вот так и в далее конечно это все дело залить подливом томатным это самое вкусное я считаю самый вкусный подлив к рыбе такой котлетам это томатный подлив но мне как-то уже не хочется я устала еще после работы подливом заниматься мало еще пюре картошки начистить найти сил и ее потолочь вот а итак сейчас накрою крышечкой они пропарятся и будет очень-очень вкусный и очень сочный все девчата наш ужин готов нарезала салатик пюрешка горячее масло еще даже не успела растопиться пюре настоящее неразводное и вот котлетки все сейчас заправлю салат будем ужинать всем приятного аппетита кто кушает девочки и знаете что еще хочу наконец-таки сделать это обработать маслом вот эти предметы я баночку помыла вот это не мыло ничего сейчас просто протру и сразу на нам помажу потому что ждать пока она высохнет представляете убрала в шкаф и все или забыла сейчас обработаем она за все впитается и можно будет потом уже пользоваться по обрабатываю я все я уже показывал вот таким вот маслом которое выписывала на вауберис она идет специально для обработки кухонных предметов из дерева смотрю сейчас на свой чайник и думаю что его нужно менять ему уже года три но с него не знаю по какой причине облазит краска вот эта белая и видите он как такую точечку это ничего не грязь там не жир это просто видно вот металл который ну открывает эта белая краска конечно качество не очень чайник китфорд я его выписывала за четыре с половиной тысячи и прослужила ну чуть-то я считаю для чайника это не срок но выглядит он да не очень могла бы конечно мужу дать его покрасить он у меня все это делает аккуратно но он специально конечно же краской ну зачем да изобретать что-то если можно приобрести может быть новое но если что-то найду хочется тоже белая тоже чтобы была шкала вот это для воды вот нужно наверное заняться этим вопросом посмотреть чайник на маркетплейсах а сковородку я поеду куплю ну у нас в магазине все сохните красавчики мои хорошая тоже красивенькая баночка смотрите у нас какой красивый рассвет такой яркий оранжевый прям на камере конечно не так люди уже встают потихоньку кто-то едет на работу а как сильно день конечно сократился вы почти видите все голые листики попадают да ну девочки она мне желает доброго утра и хорошего дня а у меня пока подходит тесточка моё я уже сварила супец гороховый он у меня на скажите на корочки копченым вот и я горох развариваю прям ну поняли прям чтобы вообще он разварился полностью сейчас чуть-чуть покипит и все буду отключать вкусненько хоть голова болеть не будет что готовить до среды наверное девчонки смотрите какое у меня тесто уже подошло второй раз так что я сейчас буду делать пирог если вас интересует рецепт теста у меня есть коротенькое видео называется оно обалденное тесто на минералке вот это тесто на минералке правда сегодня я заменила минералку обычной водой и получилось он посмотрите какая прелесть посмотрите какая прелесть вот ну в общем сейчас буду собирать пирог и ставить его в духовку приехала на дачу а тут валютчик отпустил айку бегает счастливая довольная но мы ее всегда когда убираем уже урожай отпускаем она у нас бегает ну а летом приходится сидеть на цепи что поделать вот ну конечно да свобода ей котов гоняет только так вот а валютчик там будку есть строит потому что надо уже доделывать ну а у нее есть там сейчас будка в вольере стоит и это будет новенькая а ту же потом разберем когда новая будет построена такая на учу теплением хорошая будет у девочки приехала с дачи замерзла как не знаю как цуцик вот попила сейчас чай немножко отогрелась валютчик там остался настроить будку продолжает потому что времени тоже катастрофически у него не хватает вот как выдается свободный денечек какие-то дела делать ну я надеюсь и верю что дело скоро дойдет у нас до двери кухонной я вот этот ехала думала сейчас приеду начну убираться сейчас что-то посидела чай попила думаю нет сегодня убираться не буду завтра воскресенье завтра уберусь а сегодня уже не хочу завтра целый день впереди спокойно проснулась с тестом возёкаться не надо кушать готовить ничего не надо и спокойно приберу квартиру на следующую неделю вот во вторник мне еще надо будет ехать в онкологию записалось 9 часов уже там надо быть прием у меня начинается в 9 значит мне выехать где-то в 8 надо потому что обычно в городе пробки ну все едут на работу и пробках можно простоять полчаса минут сорок мой заранее надо будет выехать и этот либо погода была хорошая потому что я не могу не ну как могу ездить но не люблю когда знаете сильный дождь там вот такая погода лишь бы снега еще не было потому что скоро уже надо менять тоже резину у девочки такие дела а у нас уже вечер мой пирог давным-давно уже остыл так сказать отстоялся тесто девочки готовьте с этим тестом пироги получается тесто очень удачное и ничего сложного нету в его замесе вымешивать его долго не надо классная пирог получился очень вкусный только я забыла добавить еще я делаю сеточку из майонеза потому что кижич немножко такой суховатый вот и нужно было хотя и масло растительное добавила вовнутрь и нужно все-таки было майонезика еще чтобы он такой немножко посочнее был ну а тесто выше всяких похвал и на этом я хочу вам сказать большое спасибо за просмотр хочу пожелать вам здоровья мира добра вашим семьям и увидимся мы с вами совсем-совсем скоро в новом видео до встречи и пока